Было очень черное, потому что там круглый год было солнце. Приехала тут зима, и было очень страшно, холодно. То, что сталкиваешься с расизмом, это очень тяжело. Мне однажды сказали, а почему ты не хочешь купить глину и дома попробовать полепить? Редактор субтитров А.Семкин Иногда у меня простые, просто чашечки, стиль минимализма. Видимо, у меня на душе все спокойно. А иногда хочется какое-то вдохновение, хочется сложное. То я могу какое-нибудь делаю. Я, по-моему, как-то поставка для благоголовония просто в виде кобры. Прямо деталь мелко, все детально. А может быть обычную, просто какую-нибудь кружку. От простые, вот такие вот, брызги. До вот, типа вот такое у вас лицо. Линь Сидоренко. Художник-керамист. Родилась в России после того, как ее родители переехали из Вьетнама в Сибирь. Здесь она окончила школу, получила высшее образование, а сейчас проводит в Омске мастер-классы по лепке из глины и создает авторскую керамику. Более 30 лет назад, когда родители привезли сюда работать на обувной завод, ну это в конце 80-е, начале 90-е, точно год я уже не помню, привезли, начали работать, ну они быстро обанкротились и бросили, получается, все вьетнамцы, те, кто тут, вот, без документов, без денег. Вот они и выживали, как могли. Жили они в городе Киселевск, вот, Кемеровская область, если я правильно помню, и вот родители начали торговать одеждой, ну, чтобы выживать, потому что уехать не могли. И вот родили меня и мою сестренку. Вот, когда мне 4 года, и ей где-то года 2, нас отправили во Вьетнам. Мы жили там лет 7. Сначала мы у бабушки пару месяцев жили, потом жили с дядей и тетей. Получается, папин старший брат родной и его жена. У них тоже двое детей, старше нас, вот, мы, получается, божья семья. Ну, со временем мы так жили, что мы их, естественно, назвали папой-мамой, и до сих пор. И они везде, куда они у нас водят, и говорят, что мы их, типа, маленькие дочки, ну, родные, там, ну, что такие вот. Моя сестра-то маленькая была, ей там дали конфетку какую-нибудь, все, ее унесли, она даже ничего не помнит. А я-то помню, я помню, как моя мама, она оставила, это поздно ночью было. Я маме сейчас, вот, как-то мы сидели, разговаривали. Я ей говорю, мама, а я-то помню, что, как ты вышла, бросила нас, типа, тогда. Она говорит, как, тебе же тогда 4 года. Я прям рассказываю подробности, как я помню, как она там нас поцеловала, сидела у кровати, рыдала. И как она села на мотоцикл, как я за ней бежала. И она просто не думала, что я, типа, могла так запомнить все это. Так что, да, и помню, как бабушка так же нас оставила, тоже села, уехала. И я помню, это очень тяжело, и до сих пор помню это. Ага, все, давай, ждем тебя. У нас сегодня целая команда будет. Как вы, получается, здесь чисто вот керамикой будете заниматься? Я, да, а девочки, получается, ну, кто-то со смолой работает, а еще здесь девочка-художница будет рисовать картинку. У нас такое, получается, как арт-пространство, будем мастер-классы разные проводить, у нас тут, ну, у всех разные. А, ну, то есть это такое групповое? Да, групповое, да. А вы в каком городе жили? Куиньон. Это, получается, на юге, ну, если вы ездили во Вьетнам, то, наверное, все знают, город Нячан, ну, это туристический. Вот, примерно чуть севернее, ну, где-то часа три-четыре на автобусе, вот, ну, совсем рядом, можно сказать. Вот там жила, там тоже море, все красиво, но там туристы, слава богу, нет. Бедности там. В те времена очень бедно жили дома чуть ли не из картона, там, тяжело очень. И то, что, благодаря моим родителям, то, что присылали Дени за эти семь лет, сейчас дядя, тетя более-менее построили себе двухэтажный дом, и, ну, вот, мы приезжали последний раз, с 18-го года, пожили два месяца там, и слава богу, что более-менее, ну, как они стали на ноги. Ну, там, да, страна бедная, и мои родственники, ну, тоже, как бы, не очень хорошо жили, а родители, вот, хорошо, что помогли всем родственникам, что-то они стали на ноги, я рада. И вот мы там выучили, получая вьетнамский язык, а русский язык, естественно, все забыли, и пришлось все заново учиться, и это было сложно. Здесь и три штуки. Свечи? Прости, у меня, конечно, все окончанием не очень. Приехали мы сюда, мне уже тогда 11 лет, а сестре 9, и мы заново, получается, в первый класс пошли вместе с ней, учились вместе, подучили русский язык, потом сдавали тесты, я перепрыгну в шестой класс, она в четвертый класс. Из-за того, что во Вьетнаме это 12 классов, а тут 11, и там я с шести лет пошла в школу, то, что я, получается, ну, ничего не потеряла, и, получается, вот закончили школу, институт здесь. Мы не помнили ни папу, ни маму, 7 лет их не видели. Ну, папа один раз приезжал, 2002 года, когда моя бабушка, получается, его мама умерла, и все, я помню, он тогда приезжал, а я его, честно, даже не узнала. Потом они где-то в конце 90-го года переехали, вот, почему именно в Омске до сих пор мама и не дала ответ, ну, просто как так получилось, и они вот открыли первую вьетнамскую кухню у нас в городе, и у них все пошло в гору, ну, хорошо, вот все, и 2004 года они решили нас забрать из Вьетнама, вот, они тогда приехали и нас забрали, и вот, получается, уже почти 18 лет, как я здесь живу. Раньше тяжело, ну, потому что сталкиваюсь с расизмом, это очень тяжело. Смеются больше с фамилией и мое имя, а так, да, бывает, ну, что-нибудь там, обзывают, ну, как бы и так. Как сказать, либо не синедж, либо шутят очень некрасиво про национальности, либо про, ну, как сказать, все время говорят, ну, что мы китайцы, и начинают вот это. Я говорю, ну, и что, что я на, ну, что я азиатка, что я китаянка, я даже не говорю, что я китаянка. Раз мне так сказали, что я, да, я китаянка, а вообще это не проходит, нация, вообще нет плохих наций, только люди, и все, они это, как, промалкивают, либо это, ну, это редко. Было тяжело, когда вот все вот это, с 19-го года, когда вот это все началось-то с ковидом, нас и затронуло тоже, с мамой, очень страшно было выйти на улицу, когда люди вот это нападали, думаю, что вот мы китайцы, типа, ну, все начинают там болеть, и домой себе, и за вас, там, вот типа давай, когда мы говорим, что мы не китайцы, мы вьетнамцы, все равно, как бы, ну, неприятные истории были. А, украшение не продается, это просто, да, для декора. Да, это все полностью ручная работа. Это поставка для колец, это поставка для благоводней, можно, ну, палочки вот такие вот, ну, и разные. Весной 20-го года, я не помню, как я нашла, но увидела мастер-класс у нас тут есть гончарная школа в городе, я решила пойти. Пошла сначала лепить и поняла, что у меня очень хорошо получается, меня хвалили, и мне очень понравилось. Я пошла вот так вот себе, ну, весь вот этот курс. Сходила потом, ну, я всегда задерживаю допоздна дольше, чем остальных, потому что я очень долго лепила, всегда все любила, вот эти мелкие детали. Мне однажды сказали, а почему ты не хочешь купить глину и дома попробовать полепить? И все пошло вот оттуда. Я купила у них базовый курс, купила глину и начала сама лепить. И просто влюбилась. Люди мне себе пишут, спрашивают, ну, насчет этого, что им очень нравятся мои изделия, они тоже хотели бы там попробовать, а я думаю, почему бы и нет. Он решил расширяться, вот купил себе печку небольшую и начиная заниматься, и поняла, что места совсем не хватает. Вещей настолько много стало, что решил вот объединиться с девочками и открыть такое вот место в Омске. Долго искали бы мужчину? Да, почти год, наверное. Мониторила. Комната, чтобы была маленькая комната с водой, это очень тяжело. Там же у нас вот вторая маленькая комната для печки, вот, там нужна вытяжка и с водой. А в Омске, оказывается, это очень мало, чтобы было такое светлое помещение и большие окна, вот, наверное, единственные. Тут здесь не пластиковые окна, а деревянные. Я помню, когда приехала, тут в школе нужно было ремонт делать, вот все эти окна нужно затыкать, и ваты, потом все промазать, все вот это надо. А, по-моему, в Вьетнаме у нас даже вообще мы не заморачивались. Страница наша, это как магазин, онлайн сайт, можно сказать. Начала заниматься, и уже, ну, с лета началась ярмарка, начала, ну, прямо, это, продуктивно. У меня первое очень сильное такое впечатление было, это климат. Сестра приехала чуть раньше, летом, а меня одну оставили, потому что, ну, проблемы с документами были. Я прилетела позже, в ноябре уже, с чужими людьми, и летели прямо в Новосибирск. И я помню, была зима, снег, а у нас там, я, получается, жила на юге все эти семь лет, у меня даже длинные одежды-то не были вообще, тонкие, длинные даже нет. Всегда в футболках, в майках я была очень черная, потому что там круглый год было, ну, солнце. Приехала тут зима, и было очень страшно, холодно. И, да, там, приехали, а тут вообще все, ну, на другом языке вообще, ну, было очень страшно. В первом классе дети были пока что добрые, как бы им все интересно, они знакомились. А потом, вот, когда перешли уже старший класс, и было, ну, уже намного сложнее. Сестра перешала четвертый класс, там дети еще, ну, как сказать, маленькие, ее приняли. А я, наоборот, шестой класс, там, где дети уже такой подростковом, как сказать, возрасте, вот они, наоборот, не очень, как сказать, приняли. И мне было тяжело до одиннадцатого класса, очень тяжело было в школе. Ну, слава Бога, закончу школу нормально и поступила. В АГИС, институт сервиса, и закончу я конструктор одежды. Хотя она дизайнер, но там чуть-чуть балла не хватило. И я, получается, понимала довольно хорошо русский язык тогда, но у меня практика, потому что ни с кем не общая, практика не было, и очень плохо на русском разговаривала. Познакомый с мужем, как-то, как в школу, он меня вот научил за эти одиннадцать лет русский язык. Я так привыкла здесь к климату, к людям, и сравнить, ну, очень сложно сейчас. Потому что, можно сказать, сейчас большая часть жизни у меня, это то, что это Россия. Как вообще по ощущениям было в вьетнамской школе и в русской школе? Это совсем разное. Очень такая строгая школа. Мы учились и первая, и вторая смена. Учились чуть ли не без выходных. Я там, я помню, я помню, все время училась. Даже летом репетиторы. И это очень сложно было. Я утром после, там, в 7 утра, в велики каталась до школы. И вечером возвращают, там, в 6-7 вечера. Там очень строго наказывают. Была такая линейка огромная. И просто били по рукам, по попе за то, что, ну, вот, наказания вот такие вот. Это было очень больно, потому что они били, ну, нормально. И всегда так наказывали, если что-то не так. И вот, я когда приехала здесь, естественно, сюда в школу, и узнала, что тут-то и рука-то нормально. Ну, как бы, ну, так-то это. А, естественно, поднять руки на ученики, это вообще нельзя. А для меня казалось, что это нормально. А почему нельзя? Так что я, конечно, приехала в шоке, когда дети, ну, там, проказничают, одеваются, они как попало, там, бывают с учителями, там, ругаются. И это нормально. А у нас так было не принято. У нас прямо за это наказывают. Кому не рассказывают, никто мне не верил, что, ну, как это, взрослый, можно ударить, там, это, тем более учительницы. Я говорю, нет, у нас это, как бы, ну, нормально принято, что так наказывает. Наказывает, да. У стенки стоять. Ну, что-то одинаковое, что-то и в России тут наказывает. И родители не жалуются, как бы, ну, то есть у меня нет такого, что-то... Нет, ну, я помню, я приходила, рассказывала, что мне так наказывают. Я говорю, ничего не это. Ну, я как бы поняла, что это нормально. Сейчас, не знаю, сейчас, может, по-другому уже. Ну, я, естественно, если бы я жила со своим ребенком в Вьетнаме, я, естественно, пришла бы и там поговорила. Но раньше, вот, казалось, что это нормально, что это воспитание. У меня семья немножко из-за того, что, видимо, то, что они долго жили в России, мои родители как-то проще ко всему, и за это они здесь нас воспитывали тоже так. Мне не очень, как сказать, сильно строго. Ну, если подумать, вот, что у меня муж русский, например. А просто случай я знаю, что в других семьях, там, например, категорически очень против. И прямо бывает, что бойкот устраивает, пока ты там не расстанешь, что, типа, нельзя. Хотя мои родители говорят, ну, а что ты хочешь, если они родились и выросли тут в России, естественно, на кого? Ну, вероятно, что они выйдут или женятся на русских, это нормально. У меня были ухажеры вьетнамцы, но мне они не понравились, потому что они пытаются не за мной, а за моего отца больше. Ну, как бы под него подстраивать, начинать пить, курить, играть. Игры, ну, мой папа такой, да, немножко азарный. И, естественно, они думают, если папа согласится, то и естественно. Ну, во Вьетнаме обычно так и есть. Ну, мой папа, слава богу, по-другому. К этому он говорит, типа, она согласится, тогда и можно, как бы. И, а я не очень люблю тех людей, которые курят, пьют и азарный. Так что они вообще в цель не попадали. Хоть и симпатичные, но, надеюсь, и начнет вот это все, это все, я не это. А тур у меня муж, наоборот, не пьет, не курит и не это. Ну, идеально для меня. Как позволить? Честь интернета. Ну, я такая была, как сказать, вся домашняя. Ну, никуда не хожу, не гуляю, не по клубам. А он искал девушку в клубе. Это очень смешно. И мы жили в конце города, что у нас нет ни общего, ничего. Но мне понравилось то, что он обычно все комплименты делает, а он, наоборот, комплименты не делал. Он просто сразу спрашивал, как у тебя день прошел, как дела? И мы просто так начали разговаривать, что мне так легко было с ним общаться. То есть сестры спросили, как вам он. Они сейчас смущают про его нос. А вот он говорит, вроде ничего, но раз тебе он нравится, почему бы и нет. Ну, мы потом встретились. И вот уже 11 лет вместе. В будущем хочу открыть свой небольшой такой, не знаю, кафешка, ресторанчик. Ну, такой небольшой совсем. Чисто, где наши национальные тонко. Потому что у нас сейчас в Омске около 200 кухней вьетнамской. Но там ничего вьетнамской нету. Ну, кроме там вьетнамской колбаска. Ну, как мой папа, вот, больше 20 лет назад придумал это меню. Вот сейчас так и сохранилось. Он всем помогал, все открылись, и никто новое ничего не придумал. Он тогда, почему вьетнамскую вот эту кухню ничего не делал, потому что тогда люди не путешествовали. Он начал пробовать, все пугались. И ему пришлось вот... Адаптировать. Да. А сейчас, наоборот, у меня очень много знакомых, которые путешествуют, спрашивают, почему я захожу туда, а там нет вообще ничего такого вашего. А где мы можем пробовать? Я сготунку у меня дома. Я обожаю готовить. Я готовлю все наши традиционные блюда. Особенно футбол. Настоящий футбол. Потому что футбол – это очень сложное. Хотя сейчас ингредиенты можно всего здесь найти. Их просто очень долго готовить нужно, особенно вот этот бульон. И вот я обычно собираюсь с нашей семьей. У нас довольно большая семья. Бывает до 15 человек. И всех кормлю. И я надеюсь, в будущее могу такое место открыть, и люди могут приходить и пробовать. Очень. Но когда я жила последний раз в 2018 году два месяца, я поняла, что страна не моя. Но я имею в виду, что настолько я отвыкла. Там люди очень шумные. Очень такой вот все. Ну, можно, конечно, привыкнуть. Но я, видимо, так привыкла здесь, что немножко устаю. Ну, мне нужно обратно. Я, не знаю. Ну, вот дочка моя сейчас очень хочет по Вьетнам. Ей 4 года скоро будет. Она мечтает по Вьетнам поехать. Мне интересно, ей понравится или нет. День начинается с 3-4 утра. И действительно где-то до 8-9 они уже так утихают. Но начинают очень рано утром. Это я помню даже, когда приезжала. Раньше у меня была ночная жизнь, что я люблю творить ночью. И спать до 12 дня. И я помню, приезжала и спала так до 12 дня. И бабушка у меня просто в шоке. Ты что делаешь? И полдня просто проспала. Как? Ну, нет, нормально все. А она потом позвала. Нужно на рынок сходить. А я ей говорю, типа, ну, сейчас 6 утра. Для меня это вот. Она говорит, мне 6 утра, это уже очень поздно. В детской смысле поздно. Ну, я здесь, естественно, могла встать только 6 утра. Мы пошли, а там реально на рынок уже вообще ничего не осталось. А потом в следующий день мы пришли уже 4 утра. И там, да, там просто такой кипиш был. И все свежее. И все разобрали очень быстро. Что нравится в России? Люди, кухня. Ну, мне кажется, наверное, все. Раньше, да, не очень. Но благодарен мужу, наверное, и его семье. Они меня приняли. И вот я познакомлю ближе вот это все. Мне очень все нравится. Это все нравится. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...